Вводная лекция и про спайдер у вас была. Сегодня мы продолжим небольшой рассказик про спайдер. Соответственно, какой у нас на сегодня план? Это первая постановка проблемы. Зачем нам это все нужно? Разберем. Зачем вообще спайдер? Вы, наверное, уже знаете, зачем спайдер. И вообще поговорим о проблеме фокусировки спайдера. Разные у него названия. Краулер, спайдер. На самом деле я люблю задавать дурацкие вопросы, чем краулер от спайдера отличается. Но, в общем-то, на самом деле ничем. Дальше мы разберем с вами алгоритм, который будет у вас в ДЗ. Мы называем его «Сад камней». Второе, это важное, что алгоритм не открыт. Этот алгоритм открыт, и мы его читаем только на своих лекциях. И найти его в интернете, вот просто так погуглив, вы ничего не найдете. Не, найдете японские сады камней на самом деле. Но описание этого алгоритма не найдете. Дальше поговорим о квотировании. Что это такое? Как он связан с садом камней? Зачем вообще квотирование спайдеру? Поскольку, вроде бы, казалось, качай себе и качай. И там разберем ДЗ, ну и, соответственно, попробуем попрактиковаться. Вот. Вроде такой небольшой планчик у меня сегодня. Ну и давайте начнем. Здесь вот представлена небольшая схемка, вот. На вводной лекции, как бы вы ее разбирали, какие компоненты присутствуют здесь, да. То есть, что у нас? Краулер, который выкачивает страницы из веба. Поисковичок. И на самом деле, поисковичок, он представляет из себя несколько компонентов. То есть, там, индексатор, непосредственно сам поисковый движок, который ищет по индексу. И после этого, то, что пользователь ввел, через фронт-рэнк побрасывается на поиск и выдается пользователю, да, обратно. Вот. И тут встает важный вопрос, как вообще в этой всей схеме, в этой всей схеме, ну, вам рассказывали про оценку качества, да. Вот. Немножко, как бы, так затрагивали, да, вводной лекции, что вообще у вас будет лекция по оценке качества, и вы, на самом деле, когда подойдете к этой лекции по оценке качества, да, по-моему, у нас в следующем семестре будет. И когда вы к этой оценке подойдете, вы поймете вообще, что такое качество поиска, как оно, как бы, что это такое. Ну, вкратце, это, на самом деле, как хорошо ищет поисковик, да. То есть, насколько он удовлетворяет вашим запросам. То есть, вот пришел пользователь, ввел запрос, соответственно, он хочет получить ответ на свой вопрос, да. И целые метрики существуют, огромный там пласт раздел, который изучает вот это качество, оценку поиска, как это делать. Вот. Там огромные разделы математики существуют под это дело. Вот. Статистика. Ну, как бы, если мы говорим, что какой вклад в это качество осуществляют разные компоненты, вот, из этого поиска, да, то спайдер — это один из главных компонентов, вообще, вот, краулер, который осуществляет именно вклад, оценку в качество поиска. Ну, понятное дело, что давайте возьмем два крайних случая, да, когда у нас есть все, и когда у нас краулер ничего не скачал. Понятное дело, что если у нас краулер ничего не скачал, мы получаем, как бы, нолик, да, на выходе. Пользователь недоволен, пользователь уходит и говорит, что ваш поиск ничего не ищет, ничего не умеет. Вот. Краулер скачал не то, соответственно, дальше выясняется, что он по запросам, пользователь вводит какой-то запрос, специфический, он находит совершенно ответы по другой тематике, да, тоже такое может быть. Тоже, как бы, не удовлетворяется качеством пользователя. Ну, и, соответственно, отсюда делаем какой улыб, что если мы скачали не то, не так и не таким образом, то качество у нас, соответственно, просядет поиска, да, то есть пользователь будет, как бы, недоволен. Вот. А теперь самое главное. В чем же, вообще, как бы, проблема? Ну, хорошо, давайте, как бы, поставим задачу очень просто. Давайте скачаем весь интернет, да, и забудем про краулер вообще, как про компонент. Он будет качать, 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 качать. Да, то есть выкачивать все, что можно, весь интернет. Ну, вот, если мы берем наш русский срез, русский интернет, да, то там распределение приблизительно такое получается, что у нас веб-сайты, это примерно, вот только веб-сайты, говорим только о сайтах, да, вот, это 10 седьмой, то есть 10 миллионов веб-сайтов в русском срезе, таких известных, которые, как бы, нам вообще, может быть, может быть интересным, мы не говорим о какой-то мелочи. Вот. Соответственно, сегменты, там, этих веб-сайтов следующие, что там есть, соответственно, музыка, видео, там, соцсети, и там проблема в том, что вот на этих веб-сайтах, да, содержится очень много интернет-страниц. Вот это, как бы, наш основной контент. Нам не интересны сами по себе, как сайты сами по себе, да, нам интересен именно контент, который на этих сайтах содержится. А вот его уже там на порядке больше, чем самих веб-сайтов. То есть, если посмотреть, то страниц там 100 миллионов, например, просто вот на веб-сайтах. Если говорить про соцсети, то у нас в соцсетях вообще, вот, ВК там, 10 в 9, да, 10 в 8 и так далее. 10 в 9 это, извиняюсь, это уже даже не 100 миллионов, это 10 миллиардов страниц, да, я ошибся, извините. А здесь ВК-страниц это миллиард, да, и, соответственно, ВК, ну, там чуть меньше миллиарда. То есть, это огромный такой пласт, то есть, представляете себе, закачать это все на диске, сколько дисков понадобится, и сколько, как бы, ресурсов понадобится, чтобы вот это все сохранить, и потом еще поэтому построить поисковый индекс. Про поисковый индекс вам, конечно, пока еще не рассказывали, но вы порешаете это домашнее задание, вам доставит это огромное удовольствие, вот. И, соответственно, у вас как раз вот с этим будут проблемы. То есть, производительности, вы тогда поощутите, что такое создать хороший быстрый индекс. Вот. Так, и, соответственно, дальше-то, собственно говоря, вот про быстроту, да, то есть, вот наш поиск, он получает примерно 30 миллионов запросов в день. Если разбивать на скорость ответа, то скорость ответа вот при такой нагрузке, это в пике должно быть приблизительно 500 запросов в секунду. Вот. Какие ограничения накладываются на поисковую машину? Понятное дело, что для того, чтобы вот эту скорую нагрузку держать, нужно вот одна машинка, вот сейчас по нашим замерам, тот сов, который у нас работает, он позволяет положить приблизительно, вот, да, на один сервер у нас получается, соответственно, время ответа 60 миллисекунд, менее 60 миллисекунд, и положить на один сервер — это порядка 10 миллионов страничек. Да, если вспомните, сколько там страничек, всего-навсего, да, то можете перемножить, получите количество серверов, которые потребуются для того, чтобы заиндексировать весь интернет. Вот. Поэтому у нас есть ограничения. Вот у нас есть, допустим, 400 машинок, вот, и на этих 400 машинок у нас лежит порядка 5 миллиардов страниц. Вот. Первый вопрос, как вот этими 5 миллиардами страниц покрыть там большинство запросов пользователей, чтобы поиск был достаточно удовлетворительный. Ну и, соответственно, да, еще есть резервирование, то есть получается 400, плюс еще один кластер на 400 машин, которые резервируют основной. Тут как бы, вот. И здесь вот понятно, что наше качество, оно напрямую зависит от количества страниц в индексе, да, ну мы с вами как бы проговорили. Вот. Ресурсов у нас ограничено. Вот. И вот теперь вопрос, что нам, что нам в этом случае делать? То есть как нам скачать этот интернет или не скачивать его? Положить на индекс, положить, заиндексировать и поискать. Вот. И при этом, чтобы у нас качества было достаточно. Вот. Соответственно, вариантов тут, вариантов тут может быть огромное количество. Вот. Первый вариант, это, понятное дело, берем все наши страницы, да, вот. Покупаем огромное количество машин. Ну, в общем-то, на самом деле, если говорить про Google, у него еще больше, да, еще больше сегмент интернета, потому что он по всему миру работает. То есть, и, соответственно, начинаем туда складывать, складывать, складывать. Вот. Если мы идем таким эксистемным путем, то, соответственно, там, для того, чтобы заиндексировать, там, в два раза больше страниц, нам потребуется в два раза больше серверов. Все. Тут, тут, как бы, простая математика. Вот. Дальше вы идете к боссу и говорите, который от вас потребовал увеличить качество вашего поиска, да, вы говорите, ну, давай нам бабки, мы сейчас вот вам в два раза, ну, не в два раза, там. На самом деле, вот если вы увеличите количество серверов до вот этого, скажем так, в два раза, то ваше качество возрастет, ну, процентов на пять. Так, по нашим замерам. Ну, то есть, ненамного. Вот. И говорите, давайте мне деньги, я буду бесконечно, бесконечно увеличивать наши сервера. Давайте, давайте экстенсивно. Ну, понятное дело, что вам на это босс ответит. Вот. Соответственно, тогда мы начинаем применять мозг, да, включаем мозг, начинаем думать, думать, думать и думать, что же нам делать. Мы понимаем, что наш спайдер — это непростой, там, какой-то бездушный вегет, который просто берет и выкачивает этот самый, выкачивает интернет. Соответственно, мы можем, понимаем, что наша задача приблизительно строится следующим образом. Нам нужно скачать минимальное количество страниц, да, для того, чтобы качество нашего поиска, ну, не упало, да, по отношению, чем меньше, чем, соответственно, наше минимальное количество должно обеспечивать максимальное качество поиска. А теперь вопрос, как этого добиться. Вот. Ну, такая фраза, что Сергея Брина и Ларри Пейджи, которые они сделали, заявили там в 1998 году, что запуск веб-краулера — это такой вызов, задача вызова. Вот. Отлично. Даже большие гугловоды сказали, что да, это тяжелая, сложная задача — сделать хороший веб-краулер. Это был там 98-й год, времена там консальтовисты, начало гугла, вот, со всеми делами. Хорошо. И тут начинаем там листать литературу, смотреть, что там есть, и выясняем, что на самом деле проблемой занимаются давно, и не только, как бы, нам она пришла в голову, не только нас поставили, как бы, на колени, вот, и заставили решать эту проблему. Вот. Оказывается, что эта проблема, она имеет общее название, называется она «фокусировка поисковых роботов», да, и как раз фокусировкой поисковых роботов занимается там достаточно большое количество коллективов, и уже много, много различных техник и подходов существует для того, чтобы сфокусировать, ну, для того, чтобы решать эту задачу. Вот основные — это фокусировка по приоритету, фокусировка по структуре, по контексту, по обучению, через обучение. Соответственно, мы, как бы, сейчас коротко все их разберем, вот, что каждый из них значит, и что каждый из них делает, чтобы у вас, как бы, в голове общая картина, она сложилась, и дальше вы могли этим как-то оперировать. Вот. Соответственно, что мы делаем? Что первый подход? Priority-based или по приоритету? То есть, у нас есть какие-то тематики, что они заявляют? Те люди, которые разрабатывали эти подходы, вот. В принципе, я вам там ссылок накидал в блоге, вот. Вы можете посмотреть все эти, ну, все, всю литературку, если вам будет интересно почитать. Вот. Соответственно, что эти ребята делают? Эти ребята, как бы, говорят, что у нас практически тематический поиск какой-то мы делаем, да, собираем. Вот. И дальше мы говорим, что мы делаем некоторые тематики, вот. Дальше, когда мы выкачиваем страницу, мы просто проверяем вес этих слов, которые встречаются на этой странице, словам, которые есть в нашей тематике, ну, в нашем каталоге, да. Вот. Соответственно, дальше мы присваиваем этой страничке, ну, этому урлу, например, какой-то вес, и дальше отправляем ее там в Priority Queue. И дальше по приоритетам выбираем из этой очереди урлы, вот. И дальше качаем именно в том приоритете, в котором, как бы, в котором они располагаются в этой очереди. Вот. Их обрабатываем. Как бы так. Это достаточно простой подход, вот. Есть чуть более сложный. Вот. Давайте следующие подходы разберем. Вот подход, основанный на структуре, да. Ну, в общем-то, этот подход, он как бы сам за себя говорит. То есть, опять же, берем страницу, смотрим вес этой страницы, тоже, опять же, в тематике, да. Смотрим наши тематики, смотрим, считаем ключевые слова, смотрим вес относительно тематик, но при этом еще учитываем структуру. Что значит учитываем структуру? Кто подскажет? То есть, если кто-то напихал в хедер просто кучу слов? Ну, например, да, заголовок учитываем. То есть, различные вхождения, да, заголовок там, не знаю, в тело входит, там, какие-то отдельные сегменты HTML-ки мы учитываем по-разному. Получается, что мы учитываем различные структуры. Но вот есть, на самом деле, два типа. Это DivisionScore и LinkScore, и комбинация текста и похожести ссылок. Ну, в общем-то, это все на структуру. То есть, мы просто смотрим структуру ссылок и как бы дальше это все вместе анализируем. Вот. Соответственно, что такое DivisionScore и LinkScore? То есть, мы берем что? Мы берем наш контекст, да? Соответственно, дальше берем, рассчитываем в этом контексте, делим наши страницы до сегмента. Да? В каждом сегменте мы, у нас есть определенный score. И, соответственно, относительно этого сегмента и относительно той страницы, с которой мы пришли, мы рассчитываем вес нашей ссылочки. С кем-ка понятна, нет? То есть, дальше, вот. А дальше, ну, то есть, что такое Division? Да, это некоторые тематические объединения. Ну, не знаю, про спорт это один Division, ну, образно говоря, да? Вы можете как-то по-другому поделить. Про спорт это один Division, например, про балет это другой. Вот. Соответственно, каждый из них имеет там свой вес. Вот. И, соответственно, DivisionScore это отношение пересечения слов ссылки и всей тематикой к полному словарю темы. То есть, у каждой темы, вот, например, про спорт есть полный словарь, да? Мы берем ссылочку, берем его ключевые слова. Ну, обычно, что такое ключевые слова ссылки? Да? Это когда ссылку мы встречаем на странице, у нее есть анкор. То есть, ее описание, да? То есть, HTML кто верстал? Ну, вот уже, по крайней мере, двое-трое-четверо знают, что такое анкор ссылки, да? То есть, это некоторое описание ссылочки. То есть, там, я не помню, говорится, например, там текст. Нет, не текст. Или там даже анкор так и пишется, да? Вот. И, соответственно, описание там есть. Или само содержание ссылки. Не знаешь, кликни сюда и получишь там спортивный билет. И это все подсвечивается. Вот это, как бы, ключевые слова ссылки. Из них, как бы, выбираются тематики, тематические, смотрятся пересечения и получаются отношения, да? То есть, слова, которые встретились в этой тематике, делятся на слова, которые есть вообще, на общий словарь. И получается, как бы, скор. В общем-то, все просто. Здесь, надеюсь, ничего сложного нет. Да? Вот. Дальше. Опять же, на структуре тоже. То есть, здесь комбинируется как раз вот подход контекстный. Вот. То есть, из контекста мы выдираем информацию. То есть, там, из заголовков. То есть, эти заголовки мы по-разному взвешиваем. Я не знаю, там, ссылочки мы тоже по-разному взвешиваем. Там, какие-то фрагменты HTML тоже по-разному взвешиваем. Опять же, считаем все эти отношения к нашей тематике, да? Для которой мы строим наш поиск. И, соответственно, вот есть два подхода, как бы, как это похоже считать. Это фиш-сетч и шарк-сетч, мы их немножко дальше разберем. И, соответственно, комбинируем вот эту информацию, которую мы вытащили из контекста, из текста ссылок, из текста документов. Мы, соответственно, можем комбинировать еще с информацией, полученной из связи ссылок. То есть, есть такие алгоритмы, пейджеранг, хитранг, слышали, да? Вот. Вот. По сути дела, эти алгоритмы, они говорят о ценности страницы по ссылкам на нее. Да? То есть, насколько, как бы, весомая страничка. То есть, в общем-то, этот алгоритм, он, на самом деле, говорит, по сути дела, считает некоторой индекс цитируемость этой странички. И вот эти два, как бы, подхода комбинируем. То есть, комбинируем тематический подход и комбинируем наш индекс цитируемость, и получаем, как бы, какой-то вес и таким образом, как бы, качаем или не качаем нашу страницу. Вот. Дальше что? Дальше, на самом деле, да, на самом деле, вот все предыдущие подходы, они, в чем их проблема? Что они говорили, что у нас есть какие-то, какая-то непонятная тематика, которую создатель спайдера, да, выдумал каким-то образом, или, не знаю, он там, когда делает спайдер, например, придумал, что у него будет там 250 тематик. Этот каталог он создал и по этим тематикам качает, да. Но при этом он не знает, что, например, таракань и бега, на самом деле, они никому не интересны. Ну, или либо интересны, но какому-то малому кругу пользователей. Вот. И, соответственно, при этом запрос вот именно пользователя, он вообще никак не учитывается, да. И вот ребята, которые разработали context-based подход, они, на самом деле, еще учитывают запрос пользователя. То есть они формируют, как бы, берут запросы, которые, например, самые частотные в систему, из них там извлекают ключевые слова и стараются качать те страницы, на которые эти ключевые слова больше всего встречаются. Да. Ну, заметьте, что все здесь, как бы, основаны либо на контексте, либо на анализе содержания слов-ссылок, да. Все вот эти подходы. Вот. И последний подход — это learning base. Ну, тут, в общем-то, на самом деле, достаточно простой подход. Тут вообще голову включать не надо. Мы выбираем то, что вы спрашивали, фичи, да. Фичи вы генерите сами. Ну, здесь вот они, например, фичи использовали такие, там, как релевантность слов в урле. Ну, это, в принципе, тоже понятно. Релевантность по отношению к той тематике, которую вы хотите выбрать, да. Вот. Слова в анкорах ссылок, какие встречаются. Ну, каждое слово вообще может быть отдельной фичой. Ну, у вас one-hot-encoded вектор получается, да. И вы просто-напросто, каждый такой длинный-длинный, как бы, вектор вы получили. Для, как фичу. Вот. Соответственно, дальше релевантность, например, можно оценить в родительской странице. Все это засовываем в ML, и он нам оценивает релевантность нашей странички, да. И дальше говорим, нужно ли ее качать или не нужно ее качать. Вот. Это мы поговорили о подходах, да. Соответственно, и того, что в этих подходах, как бы, примечательного. Там люди сидели разрабатывали, что в них вообще, как бы, интересного. Вот. Это то, что для того, чтобы качать или не качать URL, да, важно знать какую-то цифру, да. Ну, они говорят, что это либо ранг URL, либо релевантность URL по отношению к какой-то теме, да, например. Вот. Соответственно, просто циферка нам ничего не говорит. То есть, ну, какая-то чиселка, там, например, от нуля до единицы, да. Мы отнормировали, сказали, что вот у нас есть это число. Поэтому по отношению, как бы, друг к другу эти числа тоже должны иметь какое-то значение. То есть мы должны эти URL уметь отсортировать, да. И говорить, что URL A лучше URL A B. Понятно. Вот. Но, но, подходы к фокусировке говорят нам только о способах получения ранга этой ссылки. Да? Вот. Давайте поговорим еще о методах. То есть, как вытягивать согласно этому рангу вот эти ссылки. Вот. Сейчас мы как раз немножко поподробнее разберем. Ну, понятное дело, смотрите. Первый подход, он вообще на ранге никак не смотрит. Вот. То есть, даже если у нас есть ранг или нет ранга, мы говорим про поиски в ширину и глубину. Ну, понятное дело, что мы, как бы, заходим на сайт, берем все его ссылки, например, с первой страницы и начинаем по одной, по этой ссылке идти и обкачивать, да. Ну, это, в общем, такой жадный подход. Второй – это поиск в глубину, да. То есть, мы берем, опять заходим на сайт, берем со страницы ссылочку, потом переходим по ней, берем следующую ссылочку и так, пока, как бы, не упремся до конца. Вот. И таким образом, как бы, выкачиваем весь сайт. Ну, нам весь сайт, в общем-то, не нужен, и поэтому, как бы, я просто рассказал про эти подходы, чтобы вы знали, что так тоже делают. Вот. Дальше, соответственно, есть такие два интересных алгоритма выкачивания ссылок. Я там раньше про них упоминал. Называется, первый алгоритм называется фиш-сетч, второй – шарку-сетч. Вот. Почему фиш-сетч? То есть, авторы говорят про некоторую ассоциацию с стайкой рыбок или с рыбками. Вот. Есть, они говорят, что есть, они представляют некоторого агента как рыбку. Вот. Дальше этот агент, он, как бы, переходит по страничкам в интернете, да, и, соответственно, поглощает какую-то еду, как они говорят. Еда для него, на самом деле, этому агенту разрешено погрузиться на какую-то глубину D по страницам, да. Вот. И глубина D определяется для него, как такая еда. То есть, пока эта глубина не кончится, он погружается и выкачивает контент. Вот. Теперь вопрос, а как, соответственно, когда она кончится? Вот. Они говорят, что следующим образом, следующий алгоритм сделали, что когда выкачивается страница, оценивается ее релевантность одним из способов, которым мы раньше разбирали, да. То есть, там берутся ключевые слова по структуре как-то там берется... Но они, на самом деле, просто брали тут ключевые слова и смотрели, просто-напросто оценивали релевантность какой-то тематики через регулярные выражения. В общем-то, там никакого рок-ин-сайза не было. И говорили, что если мы нашли определенное количество регулярных выражений... Да, да, да. Релевантность почему оценивается? У нас же есть запросы должны оцениваться. А темы задаются какими-то асессорами, например, или людьми. Вот вы создаете робота и говорите, что мой робот будет качать исключительно по какой-то тематике. Например, спортивный, да, или про балет. Пока вот эти абстрактные тематики, мы не говорим, как создается, но вот один из способов создать ее, это человек просто сам создает какой-то набор тематик и задает ключевые слова для этих тематик. Как бы так. Вот. По запросам тоже можно. Вот. Мы как бы разберем это дальше. Ну и, соответственно, если этот робот или агент на страничке ничего не нашел, или на ссылочке ничего не нашел, да, то релевантность считается ноль. И, как бы, из этой глубины просто вычитается единичка. То есть такая бинарная классификация ноль или единичка, релевантность или нерелевантность. Если релевантность, он еще живет. Вот. И дальше продолжает искать. Если нашел нерелевантность, то, соответственно, вычитается единичка. И когда вот этот D станет нулевым, вот, в результате агент умирает. Ну, или, как они говорят, рыбка дохнет. Все. Больше, как бы, никаких сложностей здесь нету. Вот. И ребята, другая, как бы, команда, она сказала, что это слишком просто. Там слишком быстро, как бы, отмирают эти рыбки, потому что очень много нерелевантного контента. Они просто, как бы, умирают и захлебывается этот алгоритм. Вот они сделали, как бы, небольшую модификацию. Они сказали, что все здорово. Только тогда давайте сделаем, во-первых, вот эту релевантность не от нуля до, не ноль один, а сделаем просто в диапазоне от нуля до единички. Да. И будем считать, скажем так, через one-hot encoded vector, соответственно, там, через TF и DF. Вот. Просто будем считать веса страниц и ссылочек. И дальше, на самом деле, они берут, берут эту, как бы, этого бота, вот, запускают его агента. Вот. Дальше, если этот агент находит какую-то страничку, он берет, считает, на самом деле, вес этой страницы. А вес этой страницы — это, опять же-таки, рассчитанная релевантность, вот, плюс какой-то дисконт умножить на релевантность родительской странички. Вот. И опять дальше, так же, как в этом, в фиш-сёче приблизительно. То есть, если страница релевантная, то, соответственно, ничего не делается с этим, с глубиной. Если страница нерелевантная, ну, они, например, брали порог какой-то, там, подсекали по порогу, считали, что страница нерелевантная, они опять уменьшают, вот, эту глубину D. И таким же образом этот агент умирает. Ну, то есть, он умирает просто чуть помедленнее, чем в этом случае, да. Эта глубина, она, как бы, изначально задается, да? Да, да, да. Там это какая-то, какая-то константа, которая задается в самом начале работы алгоритма. Вот, когда агент начинает жить, ему вот это D присваивается. Вот. Дальше, как еще можно выбирать страницу? Ну, на самом деле, смотрите, следующее, это Naift Best First. Соответственно, что они предположили? Вот ребята, которые делали вот такую выкачку, они говорили приблизительно следующее, что мы берем страницу, ну, это совсем такой тупой-тупой-тупой алгоритм, вот, мы берем страницу, из этой страницы есть какие-то ссылки, мы оцениваем тематику этой страницы, если тематика с этой страницы, как бы, нам подходит, вот, опять же, таки, попадает в нашу одну из тем, то мы, как бы, дальше просто-напросто берем с нее все ссылки и обходим эти ссылки. В общем-то, как бы, просто. Вот. Ну, пейджранг и хитс тут, в принципе, тоже. Это, по сути дела, некоторый индекс цитируемости, вот, и пейджранг и хитс. Вот. То есть, что здесь происходит? То есть, рассчитывается, сколько хороших страниц ссылается на ту страницу, которую мы хотим скачать, ну, я пока образно говорю, потому что дальше вам будет этот алгоритм объяснять, вот, и дальше таким образом выясняется вес этой страницы. Если он достаточно хороший, то она выкачивается. Хитс, он, он, как бы, является модификацией пейджранг, единственное, что начальное смещение для вот этого алгоритма хитс задается с помощью так называемых авторитетных страниц. Например, все ссылки, которые ведут с Википедии, они считаются авторитетными, они считаются заранее хорошими. Да-да-да, сейчас. И, соответственно, эти ссылки, как бы, этим ссылкам присваивается там больший вес. Вот и все. Больше там ничего, никаких, как бы, сложностей нет. Да. А существуют различные сервисы, которые накручивают ссылки. Это действительно работает? Да, это работает. Вот как раз хитс и борется с тем, чтобы ссылки не накручивались. Вот. Я и говорю, что для того, чтобы бороться с этими, наверное, накручиваемыми ссылками, да, они ввели, есть еще несколько модификаций пейджранга. Вот хитс, он как раз говорит, а есть еще, да, трастетранг, который, вот, трастетранг, да, извиняюсь, он как раз использует авторизированные ссылки, авторизированные страницы, а хитс я немножко перепутал. Да, он использует пейджранг наоборот. То есть он, как бы, рассчитывает обратный пейджранг, потом из этих страничек, как бы, выкидывает те линки, которые, как бы, неинтересны, и пересчитывает пейджранг в другую сторону. По-моему, так. Вот. Ну и, соответственно, какой из существующих алгоритмов там нам выбрать, ну, для того, чтобы обходить нам интернет. Вот, понятное дело, что пояс в ширину, пояс в глубину сразу отпадает, потому что это, как бы, жадные алгоритмы, они, как бы, нам просто дадут полный обход интернета, с чем мы, в общем-то, и боремся. Нам это не надо. Дальше, фич, search, shark search, там наивный поиск, наивный поиск, там пейджранг, все, вроде, как бы, подходят. Вот. Тут, как раз, нужно задуматься, какой из этих нам бы выбрать. Вот. Давайте, как бы, посмотрим на задачи вообще фреймворка краулера, то есть, когда мы будем там рассматривать какие-то алгоритмы, что нам с ними делать, и как, какие применять или не применять, вообще вернемся обратно. То есть, забудем про эти алгоритмы и подумаем вообще, а что же мы вообще хотим сделать. Вот. То есть, посмотрев на все, что там, как бы, было, мы приходим к выводу, что какие задачи у фреймворка? Это определить, какие страницы интересны для скачивания, да? То есть, вот, все вот эти вот работы говорят о том, что они определяли интересность страниц каким образом, что они задавали какие-то заранее заданные тематики, вот, и уже по этим заданным тематикам обкачивали якобы интересные страницы, да? Но для большого поиска это не подходит. То есть, это хорошо работает для каких-то тематических поисков, для большого поиска работать не будет. Ну, потому что никогда вы не соберете нужное количество тематик, вернее, все тематики, которые нужны пользователям. Если вы делаете музыкальный поиск, пожалуйста, вот эти подходы работают. Вы там собираете жанры, вы задаете ключевые слова, например, да, и вперед обкачиваете все музыкальные сайты, обкачиваете те страницы, где эти ключевые слова содержатся, да? Если вы там, не знаю, делаете фильм о поиске, тот же подход тоже будет работать. Все хорошо. Вот. Для большого поиска? Нет, не работает. Вот. Соответственно, в общем-то, то, что я вам рассказал, как бы для большого поиска неприменимо, ну, то есть, за исключением тех, того, что из них как-то можно какие-то идеи почерпнуть. Вот. Дальше. То есть, мы как бы посмотрели и поняли, что нам нужно, да? Соответственно, дальше. Поиск начального ядра страниц — это, понятное дело, откуда и что нам скачивать. То есть, где точка входа, там, не знаю, для какого-то сегмента интернета, например. И третье, что мы понимаем, да, что все они как бы используют какие-то тематические окрестностя, ну, то есть, тематики, да? Вот. То есть, три таких как бы положения. То есть, еще раз, первое — это определяем, какие страницы интересны нам для обхода. Второе — это начальное ядро страниц. И третье — это какие-то тематики. Большие, там, маленькие, не знаю. Вот. Какие страницы интересны для обхода? Ну, понятное дело, что те, которые мы можем отранжировать. Тут такая фраза, конечно, не очень правильная. Вот. Транжировать мы вообще можем все. А как бы, вот, скажем так, с заранее определенными темами, то, что мы проговорили с вами. Вот. Какие, откуда мы можем почерпнуть темы? Ну, первое, откуда мы можем почерпнуть, создавать мы не умеем, а вот мы знаем запросы пользователей, то есть те запросы, которые нам дают. Да? Соответственно, если у нас есть запросы пользователей, то мы можем сказать, что им интересно. То есть, какие примерно... То есть, по сути дела, это и есть ключевые слова, которые нам нужно качать. Да? Вот. Соответственно, если мы будем, как бы, брать эти ключевые слова и, например, применим какой-нибудь алгоритм, да, который я раньше рассказывал, будет вроде как бы все должно быть замечательно. Но есть одно но. Вот. Дальше я, как бы, про него расскажу. Вот. Понятное дело, что нам хотелось бы качать страницы с большим индексом цитируемости, то есть у тех, у которых пейджранг хороший. То есть, понятное дело, что если на этом у нас есть какая-то страничка, на которую там ходит... Не ходит, извините. На которую много других страниц ссылается, и на самом деле там есть достаточно большое количество ключевых слов, которые встречаются в запросах, нам бы тоже ее выкачать, да. Вот. И, соответственно, страницы, на которые ходит очень много пользователей. Ну, то есть, если мы видим, что мы подняли какую-то страницу, пользователь кликнул на этот сайт, на эту страничку и перешел, и таких пользователей много. Они могут ходить там не обязательно по одному и тому же запросу. Ну, простой пример — запрос «Одноклассники». По запросу «Одноклассники» если поднять не «Одноклассники», переходов не будет. Если поднять «Одноклассники», как раз на них будет очень много переходов. Понятное дело, что нужно скачивать именно «Одноклассники». Потому что, да, все по этому запросу идут. И по этому запросу... И таких запросов много. Соответственно, в чем, как бы, неприятности? Если мы сейчас начнем, как бы, извлекать эти ключевые слова из страниц, которые есть в запросах, то, понятное дело, что для частотных запросов у нас, как бы, это работать будет. Для нечистотников, которых на самом деле тоже достаточно большой, длинный и тяжелый хвост у нас есть, этих нечистотных запросов, это работать не будет. То есть очень плохо будет работать. Потому что, понятное дело, что нечистотные запросы, они как бы размажутся по всему нашему интернету. Полнота у этого метода тоже очень плохая. Ну, понятное дело, почему? Потому что у нас есть какое-то ядро частотных запросов, откуда мы можем извлекать ключевые слова. А нечистотные запросы у нас, как бы, пропадают. И третье, это немаловажно, что для того, чтобы извлечь ключевые слова, нам нужно все равно эту страницу скачать. Скачать, распарсить, принять какое-то решение, то есть это какое-то действие. А нам бы хотелось, чтобы мы все-таки получали информацию не из контекста страницы, а по максимуму информацию еще тогда, когда мы ее даже не скачали. То есть, например, мы видели только URL этой страницы. Теперь, если мы будем учитывать индекс цитируемости. В общем-то, это достаточно неплохая метрика, по которой можно выкачивать страницы из интернета. Но в чем ее проблема? Ну, как уже сказали, что уже Google по этим граблям прошел, она очень, на самом деле, подвержена, эта метрика подвержена взлому. То есть достаточно просто ее взломать и сделать, изменить не в нужную для нас сторону. Соответственно, если у нас какие-то известные источники, на которые все ссылаются, это хорошо. Если у нас опять-таки малоизвестные страницы, то опять же таки мы их не скачаем, хотя вполне возможно, что на них какой-то интересный контекст есть, контент есть. Опять же таки, проблема в индексе цитируемости с тем, что мы не знаем, как они соотносятся с пользователями. То есть мы можем вот этот параметр использовать в ранжировании. То есть когда мы уже непосредственно ранжируем в поиске, мы можем непосредственно смотреть, насколько эта страничка цитируема или не цитируема. Но, скажем, для скачивания оно не очень хорошо. То есть его можно использовать как параметр, но, соответственно, брать его за основу тоже не очень хорошо. И на самом деле, вот третий пункт, он опять же таки сжирает очень много ресурсов. Ну то есть представляете, там по 5 миллиардам посчитать, то есть граф из 5 миллиардов вершин, вот посчитать этот пейдж-ранг. Вот не так-то просто тоже. Вот. Статистику посещаемости. Вот здесь на самом деле это наша отправная точка, с чего мы как бы вообще начинаем все. Вот тут достаточно интересно, потому что тут очень много информации содержится. Первое. У нас есть запрос, да, который пользователь задал. Второе. Мы знаем, на какую страницу этот пользователь перешел, да. Соответственно, мы знаем, к какой тематике как бы этот запрос относится. Скорее всего, если пользователь перешел на эту страницу, то, соответственно, эта страница, скорее всего, как-то соотносится с этой тематикой. Если мы набираем статистику по этому запросу, то есть по похожим запросам на эту страницу как бы перешло много пользователей, то значит, скорее всего, эта страница на эту тематику, да. Значит, мы ее подняли правильно, и мы можем таким образом сагрегировать все запросы к этой странице и как раз получить вот это облако тегов для этой страницы. Это раз. И второе, мы можем сказать, насколько интересна эта страница пользователям будет. Вот с такой информацией гораздо проще работать, например, чем с пейджанком, потому что запросов их намного меньше. Ну, то есть, если помните, там всего 30 миллионов в день как бы валятся. То есть, это достаточно просто обработать, не миллиарды. Вот. И на самом деле, вот тут как бы и начинается самое интересное. Теперь, если мы как раз вот эти ссылки возьмем, ну, мы их называем ссылки, да, то есть человек переходит по, заводит к нам запрос какой-то, получает какую-то выдачу, получает ссылочку, переходит по этой ссылке. Вот. Соответственно, по так называемой аббревиатуре Q-Link у нас есть, да, мы называем ее Query-Link, то есть переход по запросу. Вот. И на самом деле мы можем взвесить вот эту ссылочку, то есть сколько раз перешли, там, поделить на общее отношение, например, сколько раз мы эту ссылочку видели там в выдаче, да, получаем вес, ну, CTR банальный по этому запросу. Вот это и есть как бы наш вес. Вот теперь вот такие ссылки нам как бы и интересно было бы выкачивать, да. И на самом деле одна только проблема, как вы понимаете. Какая проблема? Молчание. Какая проблема будет-то? Ну, мы вводим запрос, мы получили ссылочки. Проблема-то в том, что на самом деле... А? Да. Там мы их уже скачали, на самом деле. Чем нам их качать? На ОВА ничего. Вот именно, вот я и говорю. Вот у них вот этого метода, то есть мы знаем, что вот есть сайт, мы скачали с нее какую-то ссылку. Начали пользователи запрос вводить, да, поняли, что эта ссылка популярная. Но мы ее уже скачали. Какая нам от этого выгода-то? Полнота там вообще практически. Ну вот. У нас они скачанные в базе лежат. Что нам с ними делать? Вот, а дальше да. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть как бы в сторону. Да. Почти page rank, но не совсем. Да. Можно, соответственно, сделать так, чтобы эти как бы ссылочки можно было использовать. Вот. То есть, на самом деле полнота — это самая большая проблема для любого из методов. Там она есть и у пейджеранка, она есть и у, соответственно, других методов, она есть и у метода там ранжирования по кликам, да, по переходам у кулинков. Вот. Вот если мы вот как раз берем вот этот метод, который оценивает количество переходов на ссылку по запросу, да, считает кулинку, то у него полнота составляет, ну, примерно 5%. То есть, 5% из нашего индекса только вот появляется выдача, и на них полнота покрытия, то есть, сколько мы покрываем, как бы, страниц, да, интернета, или даже скачанных нами страниц, вот, вот этими ссылками, кулинками, да, вот, ссылками по запросу. Вот. У них полнота вот этого покрытия нашего индекса — 5%. То есть, мы поднимаем эти страницы, по ним переходят, и вот это всего составляет 5% от того, что мы вообще скачали. То есть, представляете, какой там айсберг лежит? Вот. Вот вопрос, как увеличить полноту, да, чтобы мы, соответственно, поднимали и качали намного больше, чем есть сейчас. Вот. И тут вот как раз нам приходят вот эти вот, то, что мы с вами, про то, что мы с вами говорили, тематики, да, ну, понятное дело, тематики, их можно по-разному рассматривать. То есть, если у нас есть страница, да, мы заходим на эту страницу, вот, мы знаем, что на эту страницу очень много пользователей перешли, да, с этой страницы есть какие-то ссылки тоже. И мы говорим, что вот эти ссылки, давайте считать вот эти ссылки тоже, как бы, похожими на вот основную страницу. И тоже их будем качать. Считаем, что они хорошие. Да? Какая проблема у этого метода? Что мы можем расширить свою тематическую окрестность на практически... До бесконечности, да. До бесконечности, правильно. А второе мы нацепляем еще непонятно чего. Вот. Второе. Второй метод, да, нашей тематической окрестности, это основанный на урле страниц. Давайте качать или там искать урлы, которые очень сильно похожи на те урлы, на которые переходят. Тут мы как раз приходим к задаче, что такое фичи, да, в урлах. Ну вот, смотрите, например, если мы говорим там про Альдебаран, то, например, мы можем взять какой-то урл, да, посмотреть, что на лав там что-то такое переходит очень часто, да, взять эти урлы, составить какое-то регулярное выражение и сказать, что давайте мы будем брать все урлы, которые начинаются с Альдебаран, лов и там вот такое регулярное выражение. В предположении того, что у нас на самом деле, если хорошо переходит на похожие урлы с нашего поиска, то, скорее всего, такие уже урлы с такими же шаблонами, да, они тоже как бы будут хорошими. Вот. То есть это тоже как бы тематика, но она немножко по-другому выражена. То есть в этом случае не обязательно как бы они будут только про спорт, возможно, как бы они будут про что-то про другое, да, но главное, что вот на такие шаблоны тоже достаточно хорошо переходит. И чем больше как бы на похожие шаблоны переходит, тем больше вес вообще вот такого шаблона у нас будет. Вот. И основанные на содержании страницы. Ну, тут вообще как бы космос, потому что мы содержание как бы, опять же, упираемся в то, что нам нужно эти страницы выкачать сначала, распарсить, потом извлечь ключевые слова, посмотреть, насколько эти слова похожи на те слова, которые есть у нас в оригинальной странице, на которую очень много переходят, да, и, в общем-то, мы опять упираемся в то, к чему пришли. Вот. Вот, например, вот три метода, которые я вам перечислил. Что это сигнал, который не присутствует, если сигнала нет, какого сигнала у вас? А это про то, что я вам говорил, что, смотрите, у вас, еще раз, у вас есть одна страница, да, на которую очень много переходит на сайте. Вот дальше что делать с остальными страницами с этого сайта? На них же сигнала нет, да? То есть у вас сигнал, я имею в виду, что как раз вот это количество переходов на эту страницу. То есть по запросу есть переход, вот это сигнал. Понятно, да? А вот что делать с остальными страницами? Вот тут как раз непонятно. Эти страницы можно как бы каким-то образом сагрегировать вокруг той страницы, которая как бы является хорошей, да, по нашим меркам, вот. Сагрегировать их можно, ну, например, вот такими тремя способами подтянуть, да. Но я говорю про одну страницу, скорее всего, у вас на сайте будет какое-то количество там хороших страниц, да, на которые очень часто переходят, вот. Ну, например, давайте возьмем простой пример. У вас есть газета.ру, да? Вот, есть новости, да, которые имеют шаблон обычно следующий. Ну, не знаю, там, газета.ру, слэш, ну, обычный новостной слэш, ну, какой там, хот-ньюс, например, слэш 2016, там, 01, 02, 03, там, ну, дата, да. Вот понятное дело, что если появляются хорошие новости, то на них начинают пользователи как бы переходить по каким-то запросам. А вот вопрос дальше, что появляются следующие новости, на которые пользователи никак не переходили по запросам, да. Их-то тоже надо выкачивать. Вот на них, называем, сигналы у нас нет. Вот как понять, что их тоже нужно выкачать, да. Вот. И таким образом, соответственно, для того, чтобы это понять, мы вот строим какие-то предположения, то есть как это можно сделать. Вот. И мы, соответственно, говорим, что вот из этих методов, вот из этих методов, да, из трех, на самом деле наиболее такой для нас приемлемый, он более легкий, это как раз вот этот вот, то есть основанный на урле страницы. Ну, потому что этот, понятно, очень тяжелый, обкачая, не обкачая все страницы. Этот вообще непонятно к чему может привести в итоге, то есть там можно уйти в бесконечность, опять же таки. А здесь, как бы, если у нас достаточно статистики по каким-то шаблонам, то вполне, значит, ясно, что с лентой.ру, там, не знаю, слэш-хот-ньюс, нужно качать всегда. Вот. Ну и, соответственно, если мы говорим, что мы можем агрегировать наши урлы, то есть брать наши урлы, смотреть, как на них пользователи переходят, и агрегировать их в какие-то кластера или, там, тематики, то есть если это мы сможем, и дальше мы сможем брать, например, те урлы, на которые переходили, и, соответственно, аппроксимировать вот эти веса на все урлы нашего кластера тематического, то дальше мы можем таким образом просто отранжировать наши урлы, да. Ну, то есть что получается, что у нас есть, например, сайт какой-то, да, на этот сайт, например, на газете.ру, на хот-ньюс, как бы, ходят очень интенсивно, да. Вот. Мы понимаем, что урлы, которые начинаются, там, газета.ру, слэш-хот-ньюс, да, даже можно без шаблона, можно обкачивать хорошо, у них вес хороший, у нас есть такой седмет, а не зная, там, газета.ру, заметки редактора, никто не ходит, и там никогда не знаю, там... Это шаблоны для каждого сайта, кто только в грамме делает, или как? Вот это самое интересное. Вот это первый вопрос, который, как бы, задают на этих лекциях, что эти шаблоны делают руками, нет, шаблоны будете делать вы автоматом. В домашнем задании. В этом? В этом. Нет, смотрите, тут, как бы, задачка будет немножко у вас попроще. Смотрите, задачка у вас будет немножко попроще, потому что по предыдущим годам понятно было, что не справляются люди просто с созданием шаблонов, ну, просто знаний не хватает. А для того, чтобы сделать какие-то... Ну, для того, чтобы сделать, соответственно, упростить эту задачу, там сделали, как бы, небольшие изменения в домашнем задании, поэтому вам сами шаблоны варить не нужно будет. Но кластера нужно будет, и сегменты находить. Но это вы же умеете, вы же проходили в прошлом семестре, как кластера делать. Вот, и немножко, как бы, погрузимся в детали уже, то есть того, к чему мы пришли, вот. Что нас интересует в итоге? Вот такой документик нас интересует. То есть, если мы поковыряемся в недрах интернета, да, вот такой документик нас мы найдем. Взывается он никак иначе, как RFC 1738 и RFC 3986, если его внимательно почитать, то мы увидим, что УРЛы у нас вообще стандартизированы, да. УРЛы интернета, они стандартизированы. Вот. И этот стандарт задается вот этими документами. Вот. Что УРЛ из себя представляет? Смотрите, я вам объясню, что он из себя представляет. И не стесняйтесь спрашивать, потому что выясняется, что когда люди выходят из аудитории, они перестают понимать, что он из себя представляет. Почему, не знаю. Вот это на самом деле самое простое, мне кажется, в этой лекции. Вот. Смотрите, УРЛ представляет из себя хост, да. Ну, первый это протокол, понятное дело. Давайте я так, это некрасиво. Первый это протокол HTTP, ну, тут на самом деле может все что угодно быть написано, там TCP, там SMB, ну, то есть название протокола таким образом задается. Дальше идет хост, вот. Ну, это обычно там газета.ру, там википедия.org, там еще, еще, еще там что-то. Дальше идет порт, но в задании у вас, по-моему, портов нет, поэтому вы можете на это не заморачиваться, да. Вот. Дальше идет слэш и дальше идет путь. Вот. Путь как на файловой системе обычно в Linux. В Vendent, слыши наоборот. Вот. То есть путь разделенный слэшами. Да. Каждый сегмент пути. Путь на самом деле он делится на сегменты. Понимаете, что такое сегмент, да? Вот. Соответственно, сегмент, я не знаю, давайте... Все понимают, что такое сегмент пути? Хорошо. Это... Это... Сегмент пути, это, значит, кусок пути, отделенный друг от друга бэкслэшами. Слэшами простыми, да? Понятно, да? Вот. И дальше может идти знак вопроса и идти запрос, да? Какой-нибудь. Ну, там запрос, он обычно выглядит таким образом, что у вас через амперсант, через вот этот вот амп, да, идут ключ и значение. Да? Ключ равно значение. Ключ равно значение. Это запрос к вашему серверу. Вот. И, соответственно, решеточка и фрагмент. Ну, шарп обычно называют ее. И фрагменты какие-то идут. Ну, соответственно, это идет отсылочка на внутренности самой странички. Внутри. Вот. В общем-то, вот этого шарпа, по-моему, у вас тоже не будет. Чтобы полегче было, иначе там люди путаются. Вот. То есть у вас будет, по-моему, только путь и запрос. В некоторых случаях. Все. На самом деле, мы говорим, что мы хотим... Наши урлы, вот здесь мы как бы сказали, что мы хотим наши урлы объединить в тематике, да? Почитав этот документ, мы понимаем, как устроен наш урл. То есть урлы у нас стандартизованы, да? Соответственно, раз они стандартизованы, мы их можем как-то скластеризовать. Понимаете, да? То есть как-то кластеризуем их. Вот. И вот теперь вопрос, а сколько нам нужно взять этих урлов? Вопрос-то в том, что нам же нужно их обкачать, то есть откуда-то на их взять, да? То есть насэмплировать для того, чтобы построить нашу кластеризацию. Каким-то рандомным образом. Ну ладно, хорошо, мы там рандомно их как-то накачали. Хорошо. Сколько их нужно качать? Тысячу, двести, там тысяча, миллион, там десять миллионов. Для того, чтобы получить качественную кластеризацию. И тут мы обращаемся к математике и, соответственно, говорим, что давайте посчитаем просто нашу вероятность. То есть если у нас, например, мы говорим, что урл принадлежит какой-то тематике, да? Давайте посчитаем его встречаемость. То есть сколько нам урлов взять, чтобы интересующая нас тематика была представлена в кластере. Ну или представлен кластер с интересующей нас тематикой. Понятно, да? Вот, соответственно, есть такая формула, которая говорит, сколько, по сути дела, нам нужно взять вот этих урлов, да, из нашей тематики для того, чтобы мы не потеряли информацию. Да, какова вероятность будет? Вот. Распределение у нас, понятное дело, бернулевское, да? Вот. Есть урл, нет урла. И, соответственно, дальше мы для каждого ка мы считаем сумму вот этих распределений. И получаем вот такие значения. То есть если мы берем вероятность, то есть хотим встретить в одном проценте урлов нашу тематику, да, то, соответственно, вероятность будет вот такая. В двух процентах, соответственно, вероятность будет там одна сотая. Вот. Если мы хотим, чтобы у нас тематика встречалась как минимум в трех процентах урлов, да, то, соответственно, вероятность у нас будет уже там две тысячных. Нет, две сто тысячных, да. Ну, два на десять минус пятый. Вот такая вероятность у нас будет. То есть в десяти урлах мы обязательно, вот, мы возьмем тысячи урлов, из них как минимум десять с вероятностью 0,03 встретятся, встретятся. Понятно, да? То есть на самом деле эта штука, она что говорит? Что нам не нужно обязательно брать много урлов. Нам можно взять там десять тысяч урлов, то есть, соответственно, тысяч урлов берем, и, соответственно, у нас, скажем так, достаточно редкие тематики будут там представлены. Да? И у нас может собраться достаточно редкий кластер. Вот. Вот все остальные, как бы, ну, то есть, ну, урлы, которые встречаются там меньше трех процентов, вернее, тематики, которые встречаются редко, мы ими все-таки пренебрегаем. Но мы не можем с собой все тащить. Вот. Если мы хотим взять более крупные, ну, соответственно, можем там немножко подкрутить эту вероятность и взять побольше вот этих урлов. Вот. Как бы так. И теперь мы плавно перешли к алгоритму, к Сикетею. Вот. Что он из себя представляет? То есть, еще раз говорю, что мы хотим наши урлы, которые у нас есть отобранные, да, отобранные по кликам пользователей, по переходам пользователей, да, собрать на сайте таким образом, чтобы образовались кластера, ну, или там какие-то тематики, да. И по этим тематикам уже потом выкачивать похожие на, то есть выкачивать урлы, похожие на заданный, на заданный кластер. Понятно, да? Вот. Для этого первый шаг, который нам нужно пройти, это непосредственно построить эти кластера. То есть сделать, как бы, сагрегировать урлы наши в кластера, в тематике. Что мы для этого делаем? Ну, понятное дело, первое, это отбираем n урлов, какое-то количество урлов. Вот. Дальше создаем фичи или признаки для каждого адреса, для каждого урла. Кто задавал вопрос про фичи? Что такое фичи? Мы до этого пункта дошли. Что такое фичи? Ну, вот так, что такое фичи? Давайте, давайте. Написано? Количество сегментов, да? То есть, смотрите, количество сегментов берем, фича, фича, фича. Дальше. Список параметров. Фича? Фича. Смотрите, уже две фичи мы выделили. На самом деле, список параметров, это может быть там и больше, да, фичей. На самом деле. То есть, каждый параметр, каждый параметр может являться фичой. Смотрите, смотрите, у нас уже, как бы, ML образуется. Просто на ровном месте, казалось бы. То есть, мы вроде сели делать спайдера, а у нас ML. Соответственно, например, вот такие вот пары, да, тоже могут являться фичой. То есть, дальше только ваше воображение. Вот, для того, чтобы сделать фича-сет из ваших урлов. Умеете воображать? Особенно перед зеркалом. Это как реализуете. Дальше ручки. Вот, смотрите. Дальше важно. Дальше важно, потому что, смотрите, вы же, как бы, креативные ребята. И поэтому фичей, я вас уверяю, вы нагенерите очень много. Вот. А дальше важно, что когда вы эти фичи построите статистику по ним, да, и, допустим, отсортируете по частотности, то вы увидите, что их очень много. Ну, то есть, уже ML-то работать не будет. Но, понятное дело, что как их отсеять, как взять самые важные для вас. Понятное дело, что сразу хочется, ну, давайте фичи, которые встречаются один раз, выкинем. А два раза. А три раза. Да, вот дальше нужно понять, где эта статистическая значимость у нас. Вот в алгоритме мы говорим, что наша статистическая значимость – это фичи, которые встречаются с частотой альфа на n. Альфа на самом деле, вот она, да. То есть, это та встречаемость, которую мы хотим сделать, чтобы… Это та частота, с которой должны встречаться признаки нашего кластера. Понятно, да? Соответственно, мы все фичи, которые встречаются с частотой меньше, чем альфа на n, мы откидываем. Ну, то есть, они просто нам не нужны. Понятное дело, если мы хотим, чтобы фича встречалась там в 3% случаев, да, мы ее оставляем. Если хотим мы в 5%, мы ее оставляем. Вот, а дальше, все, дальше начинается ML, мы кластеризуем. Вот как кластеризовать, можно, например, самым простым способом – это Джаккарта. Кластеризуем, получаем кластера на фичах. Профит, все работает. Вот. Ну, дальше этот списочек, его можно продолжить. Итак, каратенечка, к чему мы пришли? Кто может рассказать о данный момент? Пересказ предыдущей части, давайте. Мы выделили, мы решили выдумать дофига фичей, ассенсировать их и посмотреть. А зачем нам это надо? Ну, чтобы URL-ы кластеризировать, потому что иначе мы будем скачивать через интернет, мы не хотим, и мы решили, что вытаскиваем фичи из URL, которые маловесит, но очень информативно, это хороший, хороший момент. Угу, угу, отлично. А как мы информативность определяем урла? Ну, любым критериям. Ну, в нашем случае мы определяем, что по переходу пользователей на этот URL, да? То есть по запросу, то есть мы смотрим, что пользователь ввел запрос, поэтому запрос перешел на URL, и, соответственно, это для нас какой-то критерий информативности. А мы случайно не засутируемся, у меня просто вопрос, в смысле, когда мы подаем URL-ы, мы как бы часть из них забили, а вдруг было что-то важное, пользователи будут заходить только потому, что мы выдали? Они заходят потому, что мы выдали, и реально полезные ссылки, они все глубже и глубже уходят. Ну, мы же не рандомом ранжируем, да, мы же все-таки как бы соответствие запросу… Мы пытались, а потом все хуже и хуже стало. То есть появляются новые сайты, мы смотрим, что они же заходят на этот сайт, значит, новый мы добавлять не будем, они… Как-то вводить, может быть, штраф за то, что это не последняя сайта, которую кликнув пользователю в данном запросе? Ну, смотрите, это не входит в рамки этой лекции, вам это все расскажут. Как вы спешите, вы пытаетесь, чтобы я вам рассказал второй семестр сейчас. То есть надо дожить ее. Да, вам нужно сначала до него дожить, как бы, я могу, конечно, вам рассказать, как все это делается, но лучше давайте, да, сконцентрироваться на этой задаче. Вообще, да, есть проблема. Проблема ранжирования, она, как бы, уже дальше большая. Но вот мы начинаем только с самого начала. Мы начинаем с того, что как нам набрать урлов, которые потенциально будут появляться в нашем поиске, и они потенциально будут интересны пользователям, да. Вот сейчас мы решаем ровно такую задачу. Вот, если мы эту задачу не решим, как бы, то дальше можно не ранжировать. Вот, дальше можно делать случайный поиск. Вот, итак, мы пришли к тому, что, да, что в результате мы разбиваем, мы выделяем наши какие-то опорные точки. Опорные точки мы считаем, каким образом? Мы берем наш сигнал, которые, то есть клики с урлов, да, которые, клики на урлы, которые совершает пользователь. Это наши, как бы, опорные точки. Вот, дальше мы говорим, что вот у нас есть сайт, да, в котором есть урлы, на которые переходили пользователи. Их достаточно много, понятное дело, должно быть, иначе алгоритм просто не сработает. По причине того, что если там будет один урл, что там кластеризовать, и так все понятно. Вот, а вдруг этот урл случайно кликнут. Ну, то есть, ну, с заключением, на самом деле, некоторых ВК, ОК, там вообще не надо ничего кластеризовать. Всегда выдавать ровно один урл. Вот, по запросу одноклассники скачать тоже надо этот урл выдавать. Вот, и так, что у нас в итоге получается? В итоге мы говорим, что мы хотим кластеризовать. И мы пришли к тому, что мы показали, что у нас есть некоторая вероятность потерять какой-то признак, и сколько нам урлов нужно отобрать. И таким образом мы берем сайт наш, да, с этого сайта мы отбираем случайным образом эну урлов, да. Вот, эну урлов, ну, допустим, тысяч урлов. Ну, при тысяче урлов мы там достаточно с маленькой вероятностью потеряем там какие-то незначимые признаки. Вот, отбираем тысячу урлов. И дальше вопрос, а каков состав этих урлов, да? То есть, что, понятное дело, что мы их случайно сэмплируем. Вот, но если мы просто начнем там случайно сэмплировать урлы, понятное дело, что поскольку у нас в индексе все-таки урлов, на которые как бы переходят, и всех остальных урлов, там распределение приблизительно там, вот я говорил вам, там 5%, все остальное это 95%. Если случайно сэмплировать равномерно, то такое же распределение и получишь. Вот, и понятное дело, кластера у вас соберутся каким-то непонятным образом. Поэтому мы делаем что? Мы сэмплируем их таким образом, чтобы у нас было отношение где-то приблизительно половины на половину. Для того, чтобы у нас все-таки кластера собирались вокруг хороших, качественных урлов. Ну, хорошие я называю те урлы, которые с сигналом, да, кулинки. Вот. Давайте их называть уже кулинки, определимся, да, что, если я говорю кулинки, то это хорошие урлы с сигналом. Вот, потому что обзадания, они у вас так и называются, кулинки. Вот. И тогда мы говорим, что вот при таком раскладе у нас уже будет что-то собираться. Вот. И дальше. Дальше мы начинаем извлекать признаки. Какие признаки мы можем извлечь? Вот здесь пример. На самом деле, вот для выполнения первой части задания, вот там такой списочек признаков у вас будет. Вот. Понятное дело, количество сегментов пути вызывает эту строчку у вас какое-нибудь отторжение? Зачем нет? Понятно? Зачем нет? Зачем нет? Зачем нет? Нормально, да? То есть понятно? То есть посчитать количество сегментов пути? Да, но зачем? В смысле, у меня не отрагает смысл, у меня отрагает смысл. Ну, в смысле, да. Давайте это назовем некоторой формальностью, чтобы вы понимали. Но, как бы, тут вроде все логично и, как бы, это можно сделать, да? Вот. Список имен параметров запросной части. Ну, может быть пустым, если у вас запроса нет, да? То есть вот этой части query, вот там вот его нет. Может не быть просто в урле и все. Так. Присутствие в запросной части пары параметра равно value. Это тоже, как бы, не вызывает отторжение. То есть ключ значения встречается, это признак. Да? Считаем количество таких встречаемостей. Вот. Это будут, как бы, наши признаки. Дальше. Совпадает со значением строка с точностью до комбинации цифр. Строка, цифра, строка. Тут вроде тоже, как бы, понятно. То есть есть какая-то строка, цифры, строка. И вот таких, как бы, вхождений просто считаете, какое их количество. Дальше. Имеет заданное расширение. Расширение пути. Понимаете, что это такое? То есть сегмент на пути, на позиции, имеет заданное расширение. Не знаю, там, бла-бла-бла, точка html. Вот эта точка html, это бла-бла-бла, точка gpg. Это расширение. Точка gpg — это расширение. Ну, на самом деле, точку вы не берете, берете там gpg. А как может средний сегмент найти расширение? Не имеет. У него и нету этого признака. Ну, то есть этого признака и нет. Ну, на самом деле, вы удивитесь, что бывает, имеет. Там в интернете все встречается. Комбинация из двух последних вариантов. Ну, то есть, что у вас строка, цифра строка и заданное расширение. Вопросы есть? А я тоже не поняла, почему это количество сигналов? Это очень нехалопит. На самом деле, может иметь какую-то информацию. Может не иметь. То есть, получается, что, допустим, похожие ссылки, они имеют их знаки, конечно, сегменты. Но это не значит, что разные. Пусть они похожи, ссылки имеют разные качества. Да. Третий признак он бинарный? Или мы просто считаем количество вот таких таких? Нет. Смотрите. Ну, он бинарный для одного урла. Для одного урла он бинарный. Он либо есть, либо нет. Такое расширение, то есть, что есть? Нет, заново расширение. Последний сегмент. Сегмент. Ну, обычно, там, не знаю, там, hotnews, там, бла-бла-бла, точка, что мы. Вот это расширение, расширение, будь у него, что мы. Все. Вот примерчик. Давайте разберем примерчик. Извлечение признаков. Ну, вот, например, www.sport.ru. Понятное дело, это мы игнорируем, нам он не нужен. Дальше идет путь текст 1, 3, 6, 5, 2, 48, html. Вот это у нас путь, да? Дальше идет запрос P57, type photo. Ну, вот, собственно говоря, все признаки. Это номер признака, дальше название и там тип признака вот в этой табличке. А вот здесь вот, по вот этой табличке. Вот 1, 2, 3, 4, A, B, C. Здесь, извиняюсь, здесь они пронумерованы просто. Ну, вот, понятно, да? Название признака вот имеет два сегмента. Ну, понятно, это первый. Здесь вот, понятно, два сегмента текст и вот этот вот, второй, второй, второй сегмент 1, 3, 6, 2. Ну, произносить не буду. Так, запрос состоит из двух параметров. Да, два параметра. 57 и фото. Так, нулевой сегмент пути, text, вот такой признак. Ну, это, по сути дела, что как бинарный, да, для пути будет. Вот, 4, A. Вот, первый сегмент пути имеет имя вот такое, тоже 4, A. Вот, совпадает со значением строка, да? То есть имеет значение строка. Вот такой строк. Тут, то есть бинарный, да? Ну, понятное дело, что поскольку мы ищем, как бы, шаблоны, ну, такие в нашем сайте, в нашем, как бы, на нашем сайте, то понятное дело, что мы ищем вот таким образом те пути, которые похожи на, допустим, тот путь, по которому кликали, то есть на тот уровень, по которому кликали, да? Вот. И, соответственно, то есть мы генерим признаки, на которые потом будут похожи все остальные уровни. Соответственно, дальше. Первый сегмент пути, это что у нас? 0,9 html, ну, 4b состоит из цифр, да? Вот. Первый сегмент пути состоит из цифр, вот. Ну, и расширение мы, на самом деле, игнорируем здесь. И первый сегмент пути, там, 4c, да? Это что у нас? Совпадает со значением строка, цифры, строка. Ну, да, вот оно и есть. Вот строка, цифры. Ну, строка здесь пустая, на самом деле, да, вначале. Вот. Цифра, строка. Ну, и так далее. Вопросы есть? Ну, то есть я так подробно объясняю, чтобы, как бы, поменьше вопросов было. Есть? Всем понятно? Задние ряды. Всем понятно? А хранитры запросы всегда разделяются? А персандам? Да, всегда. Это стандарт. Как раз вот. Нам придется хранить, ну, изначально, когда мы собираем признаки, хранить все пары ключ-значения, которые вообще-то. Сначала да, потом вы их сортировать будете по частоте и убирать те, которые не попадают вот в эту вот частоту. Вот в эту вот, да? Ну, соответственно, вот следующий шаг, да, алгоритма. Следующий шаг алгоритма, это как раз вот вы отбираете признаки про частоте. Если мы берем эти признаки, которые мы там наделали, да, дальше мы их сортируем по частоте, да, вот N-частота у нас. Отсортировали эти признаки по частоте и говорим, что мы хотим альфа взять 0,1, да. Соответственно, частота у нас минимальная будет там, ну, вот 100. Соответственно, здесь вот у нас последний признак, 249 раз встречается. Все остальные признаки мы выкинули, ну, потому что там они меньше 100, ну, там просто гистограммка была с провалом. Вот. Ну, и, соответственно, вот 249 раз встречался последний признак. Все остальные, как бы, те, что меньше сотни, мы выкидываем. Вроде тут, как бы, тоже все понятно, да? Ну, и дальше, на самом деле, два пути у нас развития. Первый — это мы используем любой алгоритм, который нам позволяет найти кластера по выделенным признакам. Это вы умеете. Умеете? Умеете. А второй вариант — это то, что мы используем у себя. Это мы, на самом деле, выделяем, формируем прям регулярные выражения, вот, в формате, там, PCRE. Вот. И принадлежность к сегменту мы уже определяем по, именно по регуляркам. Ну, то есть проверяем просто регулярки, когда обкачиваются. Потому что проверять по фичам там немножко сложновато и долго получается. Ну, у числительных ресурсов больше тратится. А так, в принципе, и то, и другое. Вот это даже, в принципе, будет работать чуть получше. Вариант. Ну, просто более ресурсоемкий. Вот. И, соответственно, у вас еще есть оставшиеся урлы, которые не попадут у вас ни в какой кластер. Вот. Это тоже кластер. Кластер оставшихся урлов. Вот. Понятно, да? Ну, как бы их тоже куда-то надо качать, их тоже как бы надо как-то обрабатывать, смотреть за ними и все такое. Вот. Ну, вот примерчик, например, на Википедии. Как это выглядит вот по кластерам с регулярным выражением. Вот. Соответственно, например, собралось вот четыре таких кластера на Википедии. Ну, на самом деле, их чуть побольше. Ну, вот, на самом деле, собрались, собрались такие кластера. Видно, что здесь вот у вас собрались JPEG, да? С какой-то с файлов. Вот. Здесь просто JPEG с картинок. Вот. Здесь вики категории сформатировался какой-то кластер, да? И, соответственно, вот вики-беседы попали у нас. Такие вот кластера у нас собрались на Википедии. Википедия у вас там есть. На Википедии там есть одна засада, на самом деле, которой вам придется поковыряться. Сразу говорю. Страшно? Ну, в общем, небольшой челлендж вам придется сделать все-таки. Вот. Так. Дальше. Дальше, на самом деле, как оценить тот результат, который у нас получился. Вот. На самом деле, самый простой вариант – это визуализировать. Например, вот мы хотим посмотреть, что у нас в результате нашей кластеризации получается, мы хотим, соответственно, сделать какую-то визуализацию, да? То есть посмотреть, какие у нас кластера собираются, смотреть, как далеко они друг от друга. Вот. Мы у себя использовали карты Коханина. На самом деле, у вас они есть. В курсе, по-моему, в этом году они у вас будут в курсе нейросетей. Вот. Ну, в простоте это некоторая такая решеточка, то есть нейросетка, вот, в которой есть равномерная решетка. Вот. И, соответственно, изначально эта решетка, она как бы собрана в такой комок, и в процессе обучения она на самом деле расправляется, и ваше пространство как бы раскладывается на эту решетку. Ну, представляете, листочек бумажки, да? Скомкаете ее вот в клеточку, берете его, скомкаете, вот, и потом расправляете. И ваше пространство, оно как бы принимает вид вот этой решетки, и на ней, получается, как бы видны ваши кластера. Вот. Соответственно, что получается? И вот мы видим вот эту решеточку, и как бы в узлах этой решетки отображены кластера, которые получились. Какая здесь нотация? Нотация у нас приблизительно следующая, что это мы взяли один сайт, да, вот, например, Афиша.ру, и вот пластеризовали по нашей схемке, и смотрим, что у нас получается. А получается у нас следующее, что вот серенькие, это на самом деле урлы, на которые никто не ходит. Цветные — это урлы, на которые кто-то ходит. Ну, просто они разные как бы у нас бывают. Это кулинки, но они разнотипные еще бывают, там по тематикам разным разбиваем. Это не имеет значения, как бы какая она кулинка, главное, что она есть. Вот. Соответственно, видно, да, что у нас образовались кластера, куда попадает много кулинок, и образовались кластера, куда ничего не попадает. Вот эта вот карта, она была построена на момент, когда у нас этот алгоритм еще не работал, и мы как бы качали жадно. Я расскажу, как дальше, как мы качали. Вот. И на самом деле видно, что вот у нас есть, как бы большие сегменты, которые, по сути дела, занимают место и работают в холостую. То есть, смотрите, вот циферка — это количество скачанных урлов в этом сегменте. То есть по отношению как бы вот с хорошим она приблизительно одинаковая. Вот если взять сегмент people, да, вот люди, вот с афиши, ну, там видно там фотографии, там знаменитостей на афише, я не знаю, не помню уже, что там находится, вот, то он достаточно посещаемый. То есть на него очень много ходят, и вот оттуда как раз можно там много-много интересного накачать. А вот есть такой сегмент, как викторина афиши, то мы с него качали достаточно много урлов, но по сути дела, если видно, то на него никогда никто и никогда и не ходил. То есть, в общем-то, если взять и просто поубирать там из этих сегментов, выкинуть лишние урлы, которые нам не нужны, взять и оставить какую-то маленькую толику этих урлов. Вот, ну и то же самое с остальными сегментами. Там трейлеры, ресторанные ревью, вот смотрите, тоже как бы ходили. Вот, персонал, на персональные страницы, вот они в поиске как бы практически тоже не участвуют. То есть, видно, они тоже никому не нужны. Вот тоже можно сократить их объем в индексе. Вот, то есть, ну, то же самое можно посмотреть на абсурдопедии. Вот, там, смотрите, даже образовался прям очень большой кластер. Ну, даже не кластер, тут множество кластеров, они просто разнородные по структуре, эти урлы. Но видно, что как бы это множество кластеров, оно просто, там на самом деле, если посмотреть, то это автогенерация была, просто автогенерированный треш, типа а-ля спам. Вот, и на самом деле, вот старый спайдер, вот, составил алгоритм достаточно интенсивно их выкачивал. Вот, а реальные активные статьи, они как бы вот оставались, ну, либо их качалось мало, либо они там совсем не качались. Вот. Как бы видно, что этот алгоритм работает, видно, что он достаточно неплохо кластеризует наши ссылочки, да, соответственно, выделяет те сегменты, потенциально интересные для нашего скачивания, то есть интересные для спайдера. То есть мы с вами порешали одну очень важную проблему, на самом деле, на данный момент, что мы научились определять, какие урлы, да, и как скачивать. Ну, даже не как скачивать, мы определять, какие урлы скачивать. Да? Вот. И, соответственно, что мы можем еще к этому добавить? Ну, на самом деле, что, 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 как бы сразу напрашивается? У нас мы знаем фичи из урлова, да? Вот, соответственно. Дальше. Дальше мы можем сказать спайдеру, как эти фичи использовать. То есть мы можем обучить на этих фичах еще дополнительный что? ML, да? И уже используя этот ML, говорить спайдеру вероятность того, насколько этот урл хороший или нет. Ну, то есть, как бы, не брать его просто из кластера, да, или там не взвешивать через кластер, а брать просто уже готовый ML. Ну, то есть какой-то, там, не знаю, это уже определяется тем, как глубоко вы знаете, там, машинное обучение и какой алгоритм вы можете в этом заиспользовать. Вот. Мы, как бы, у себя тоже сделали похожую штуку, то есть называется он, кстати, кранг. Вот. Тоже, на самом деле, взяли фичи секетея, вот, взяли кластера, взяли полезные кластера, соответственно, разметили, дали разметку. То есть, если урл попадает в хороший кластер, то мы даем, допустим, ему единичку, если он попадает в плохой кластер, то мы ему даем нолик, да? Ну, лейбл. Вот. И на этом обучаем некоторые машины обучения. Вот. Градиент бустинг на деревьях решений. Еще деревья решений проходили? О, вот это приблизительно то же самое, да. Еще сверху градиентный бустинг насажен. Вот. И добавили просто еще немного фичей, которые к секетею там не имеют отношения. Мы добавили там пейджеранг туда, в ML, да, как фичи, и некоторые фичи из антиспама. Вот. И на этом как бы обучили модельку, которая предсказывает полезность урла. То есть, по сути дела, делает его, делает некоторые предсказания для спайдера. Скачать его или не качать. То есть, берем, строим как бы две модели, берем для каждого сайта мы строим отдельную модель, потому что большой сайт, у него там свое распределение урлов. Для каждого сайта. Вот. А для всех остальных, для маленьких, мы построили там одну общую модель, потому что как бы для каждого маленького сайта строить модельку слишком накладно получится. Вот. И такую модельку как бы мы используем для того, чтобы она нам предсказывала важность урла. Непонятно. Все понятно, да? То есть, мы как бы пошли чуть дальше, чем просто взять и раскластеризовать. Да, урлы. Предсказывает еще важность урла через модельку. То есть, понятно, как это работает? Были большие кластеры, для них строились отдельно деревья такие? Нет, смотрите, у нас есть как бы, да, не большие кластеры, а большие сайты. Мы берем сайт, мы его делим на кластера. Каждый сайт, да? Вот каждый кластер, мы говорим, если туда попадает достаточное количество кулинков, мы его размечаем, урлы из этого сайта, как лейбл 1, да? Если туда ничего не попадает, ну давайте вот на примерчике, вот этот примерчик, да? Вот, например, вот это у нас лейбл 1, да? Вот эти вот у нас получают, урлы из этих кластеров получают у нас лейбл 0, да? И таким образом мы делаем, например, для всего сайта, как бы, такую обобщающую модель. То есть, если у нас приходят какие-то урлы, которых мы раньше вообще не видели, да, и они, как бы, какую проблему мы решаем? То есть, кластеризации мы решаем только проблему ту, что у нас есть предопределенные кластера, и мы можем только с этими кластерами работать. То есть, по сути дела, мы получаем какую-то переобученную модель. Понятно, да? Она у нас заоверфичена, то есть она ограничена теми кластерами, которые мы, которые у нас есть. А мы хотим, как бы, немножко расширить, то есть, сделать, генерализовать нашу проблему, обобщить, да? Чтобы, если вдруг с этого сайта придет какой-то урл, который не в один из этих кластеров попадает, не попадает, извиняюсь, да, вот, то мы все равно что-то о нем могли сказать. Для того, чтобы мы могли об этом о нем что-то сказать, мы можем, как это сделать, обучить модельку, да, которая использует признаки, которые есть вот в этих урлах. Ну и плюс еще вот мы добавили там ссылочный антиспам. То есть, один раз мусор мы скачиваем, потом обучаемся и понимаем, что это мусор, и тогда мы можем сказать, пришел нам мусор и запоминать на новую линию? Типа того, да. Ну, мусор или наоборот не мусор. Ну, в смысле важно, что мы два раза потом мусор-то скачиваем один раз хотя бы или нет? Какое-то количество скачаем обязательно. Ну, вот как вот здесь вот, да, вот мы скачали, вот здесь какое-то количество мусора, чтобы обучить. А дальше мы перестанем качать. Но это малое количество мусора, потому что сам сайт афиши, абсурдопедия, он гораздо больше, чем вот это количество. Даже если все чиселки сложить, как бы он намного больше будет на порядке. И вот этот градиентный мусор для каждого сайта, в любом случае? Для больших сайтов. Для больших. А для мелочи там один. Одна модель. Вот. Как бы так. Дальше. Дальше на самом деле та же самая сом-карта. Вот. Это то, что мы получаем на кластерах. А вот эта карта, она подкрашивает, как у нас предсказывает модель нашей ранки на самом деле. Ну, видно, соответственно, чем краснее, тем лучше, скажем так. Ну, ближе к единичке. Вот. Она там, допустим, предсказывает от нуля до единицы. То есть единица — это вероятность, что мы берем этот урл. А нолик — это то, что мы не берем этот урл. Соответственно, видно, что она где-то ошибается на каких-то кластерах. Вот здесь вот. Но на самом деле, если тут присмотреться, то вот в этом случае здесь есть какая-то изеровская статистика. Но в основном, конечно, она предсказывает для плохих кластеров плохие рамки. Ну, или плохую вероятность. Тут как бы понятно все? Здесь понятно, ребята? Так. Ну, то же самое для абсурдопедии. Это было для афиши. Видно, что вот в этом сегменте она предсказывает достаточно неплохую вероятность. Так, я понял, что вы не понимаете. Так, смотрите, еще раз. Вот этот кружочек — это круговая диаграмма просто-напросто. Круговая диаграмма распределения урлов вот в этом кластере. И все, не более чего. То есть, по сути дела, это есть гистограммка, да, или круговая диаграмма. То есть, серым цветом обозначаются плохие урлы. Ну, серым. Ну, то есть, не плохие, извиняюсь, а то, про что мы ничего не знаем. То есть, про те урлы, на которых у нас нет кликов. Вот. Вот цветное — это, на самом деле, урлы с кликами, но они просто разных типов. То есть, по сути дела, вот эта вот круговая диаграмма должна иметь два цвета. То есть, серенький, например, и красненький, да. Просто она имеет больше цветов. То есть, вот эти цветные — это, как бы, различного типа клики. То есть... Сематики или какой различного типа? Нет, там, на самом деле, ну, я не знаю, например, мы берем автопоиск, да, и, например, с него берем клики. Вот мы просто здесь вот, например, берем клики, например, с общего поиска, да, и берем клики, например, вот здесь вот, что у нас, абсурдопедия. Ну, я не знаю, там еще какие-нибудь клики там не из общего поиска, какие-нибудь специфические клики. И тоже их тут рисуем. Понимаете, да? То есть, у нас просто несколько вертикалей поиск. Грубо говоря, оптимально у нас должно быть, чтобы там были кулинки в этом классе, и ногти были, да, ногти? Да, да. Да, да. То есть, вот это вот тоже описывается в этих диаграммах, да? Ну, они на самом деле, да, описываются, но лучше воспринимать это, да, как двухцветную. То есть, вот эти вот все остальные кулинки считать, как один тип кулинок. Просто у вас есть кулинки, и все. Вот. То есть, считаем, что вот это вот серенькое, а вот это просто красненькое. И как бы это как бы хорошо. Где вот есть цветное, это значит, что туда попадают как раз вот эти кулинки. Серенькое — это урлы без кулинок просто-напросто. То есть, кластер с урлами без кулинок. То есть, когда у нас кулинок заходит на этот сайт, то он уже просто пользуется этой информацией? Да, да. Он уже пользуется этой информацией. То есть, он понимает, с какой вероятностью, вот он выкачивает какой-то, допустим, урл, он получает вероятность этого урла, да, через модельку. То есть, модель предсказать, куда попадает этот урл? Да, да, да. И он дальше говорит, что выкачивать эту страницу, ну, на самом деле, там же как, там же есть еще механизм раскрытия урлов. То есть, он, допустим, выкачал страницу, да, распарсил с нее урлы, да, дальше он каждому урлу присвоил некоторую вероятность, моделька присваивает некоторую вероятность. Дальше он сортирует эти урлы по вероятности, да, и начинает выкачивать там, типа, каким-то образом. А? А, там ничего не попало просто. Это пустые кластера. То есть, поскольку здесь решеточка такая получается у этой нейронной сети, там, соответственно, могут образовываться сегменты или нейроны, куда ничего не попадает. Ну, потому что она определяет, вот это, размер этой решетки определяется в начале тренировки сети. Ну, то есть, мы говорим, что мы хотим не получить, там, стоклости, хотим получить 10 кластеров, да, но при этом кластеров реально может быть меньше. Почему такая именно решетка? Зачем пустые? Ну, это вам на курсе нейросетей будет объяснять. Вот. На самом деле, можно любой метод визуализации, как бы, можно... А, нет, это вектор, а не матрица? Нет, это матрица. А что тогда, что значит, черпаем все равно? А, они... Смотрите, да, я понял, в чем вопрос. На самом деле, вот каждый вот этот вот... В чем, на самом деле, особенность этой решетки? То, что рядом стоящие, как бы, нейроны, они... Вот эти элементики, ну, скажем, кубики, да, они топологически связаны, они находятся, как бы, в топологической близости друг от друга. Вот особенность этой решетки. Поэтому, если она тренируется таким образом, что собирает рядом с... Ну, с какими-то элементами топологически упорядоченные элементы, ну, другие. Вот два дистеризована. То есть это, получается, кластеры кластеров? Нет, не кластеры кластеров. Ну, смотрите, это, скорее всего, не кластеры кластеров, это, скорее всего, квантатизация вашего пространства. То есть у вас есть какое-то там пространство, да, и вы в этом пространстве, как бы, делаете квантирование. То есть, как бы, усредняете вот с помощью вот этих вот элементов. Да, я же не далеко. А если я не далеко, то у меня кластеры немножко, как бы, я могу кластеры сливать больше кластеров. Да, можете, можете, совершенно верно. То есть вы можете их объединять еще потом. Так, пошли дальше. Ну, вопрос дальше следующим. То, что мы научились, это понятно. Мы научились присваивать ранки, да. А наша-то задача, как бы, этим не заканчивается. То, что мы научились присваивать ранки, это не дает нам ответ на вопрос, а сколько же нам выкачать все-таки. У нас индекс, так как бы, ограничен. Мы его научились сортировать. Ну, можем там отсечь, понятное дело, для каждого сайта по ранкам какое-то количество. Вопрос, какое количество отсекать для каждого сайта, да. То есть нам хочется вот этот вес на самом деле перевести в какую-то количественную меру. То есть сказать, что если у нас есть вес урла, если у нас есть вес кластера, вообще в целом мы можем посчитать, да, какой-то суммарный, то хочется понять, насколько как бы этот вес кластера соотносится, скажем так, с тем количеством, сколько урлов для этого кластера мы можем скачать. Понятно, да? То есть какой-то, то есть здесь мы на самом деле переходим плавно в таком вопросе, как квотирование. То есть какую квоту мы должны назначить, например, каждому сайту. Вот, соответственно, есть разные варианты. Ну, допустим, первый это отобрать и поделить, как известно, да, то есть всем сделать ровно. Вот, понятное дело, чем больше у нас сайтов будет появляться, тем меньше каждый следующий сайт, ну, соответственно, каждый сайт будет получать квот. Вот, опять еще надискаверили еще сайтов и еще поделили их на всех. Плохо, плохо, потому что у нас есть маленькие сайты, вот, у нас есть большие сайты. Вот, разделить согласно посещаемости сайта. Чем больше на сайт заходит, это уже лучше, да, мне кажется, что чем больше на сайт заходит, тем больше ему давать квот. И третий — это разделить еще квоту по сегментам сайтов. А сегменты мы уже умеем выделять, да? То есть мы научились выделять сегменты и можем на самом деле это сделать. Давайте проанализируем каждый из этих методов. Ну, равномерно тут уже даже говорить не нужно, потому что это плохо, неинтересно нам. По посещаемости. Чем плохо? Чем больше сайт, одноклассники получают хорошую квоту, ВК получает хорошую квоту. Все остальные, не знаю, какой-нибудь вчерашний сайт, вчера появился сайт, он получает маленькую квоту. Так им и надо. Пусть раскручивается. Пусть все привлекаются. В чем проблема, да? Да, проблем на самом деле здесь огромное количество. Все забьют одноклассники и ВК, я вас уверяю. Всегда всех остальных как бы не хватит. Вот. Потому что, как бы, мы скажем, что одноклассники посещают там почти весь интернет, ОК почти весь интернет, ну, русский интернет. Я имею в виду, люди почти все ходят, имеют аккаунты ВК в одноклассниках, соответственно, давайте их качать. Вопрос только в следующем, что какие страницы, да, мы будем качать? На этот вопрос нам отдают ответ, соответственно, как раз наш сикитей, да, что мы должны качать с одноклассников и с ВК, например, какие-то те сегменты, на которые ходят пользователи. И здесь мы плавно переходим к тому вопросу, что давайте делить квоту не по сайтам, а по сегментам на сайте. То есть давайте просто вот скажем, что на ВК есть хорошие сегменты, их будем выкачивать. На ВК есть хорошие сегменты, их будем выкачивать. На Википедии есть хорошие сегменты, да, со статьями, их будем выкачивать. а с беседами ну зачем они нам нужны беседы их выкачивать не будем или не знаю там какие-нибудь еще скрытые технические страницы на них никто не ходит вот и теперь вопрос на самом деле вот это самый важный вопрос самый важный вопрос который интересует всех людей которые занимаются поиском то есть вы когда что-то там пилите какой-то алгоритм к чему вы приходите к тому что к надо как-то оценить качество этого алгоритма да вот если вы не оценили качество то вы никому доказать не сможете что у вас алгоритм в общем-то лучше вот понятное дело как оценивать качество для там алгоритмов мэля да там есть эфмеры всякие там accuracy аоке и так далее то есть здесь уже все разработано как бы вопрос как здесь оценить качество да вот мы утверждаем что мы разработали хороший алгоритм да по квотированию то есть мы сказали что мы умеем выделять сегменты мы даем каждому сегменту квоту согласно там их посещаемости этим сегментом да вот и как на самом деле оценить кто скажет кого есть какие идеи по полноте правильно это хорошая идея давайте посмотрим как ее оценить по полной тем ну соответственно для того чтобы оценить нужно еще с чем сравнить да из просто так сферического коня в вакууме как бы неинтересно оценивать вот поэтому что мы делаем мы берем некоторые ну там какое-то наше наше подможество индекса вот там тысячу сайтов вот соответственно если ну тут небольшая как бы техническая информация то есть мы если у нас сайт в зоне хостинга вот допустим с life journal этот хостинг считает там журналы то мы берем домены третьего уровня все остальные там берем домены второго уровня то есть у нас где-то примерно 1000 сайтов это считаем зоне хостинга когда у вас есть третий уровень еще у домена вот соответственно сравниваем два алгоритма это жадный алгоритм по посещаемости кота где раздается до второй алгоритм это где мы раздаем квоту по сегментам и нашему сики тэй да соответственно как мы раздаем квоту сики тэй то есть мы назначаем сегменты минимальную квоту до какую-то ну и соответственно это приблизительно там 100 страниц мы говорим что в сегмент если мы про него ничего не знаем то соответственно мы в него будем качать 100 страниц больше не будем качать вот в случае жадного алгоритма мы говорим что мы эту квоту даем только для сайта если мы про сайт ничего не знаем потому что в жадном алгоритме мы не знаем ничего по себе про сегменты да то мы просто-напросто берем минимальную квоту просто для сайта 100 соответственно квота на сайт раздается по камням и тут небольшая формула то есть мы говорим какое количество сегмент у нас попадает извиняюсь на сегмент какое количество сегмент у нас попадает кулинков да и это количество умножаем на нашу минимальную квоту такую эмпирическую формулу вывели и соответственно для жадного логаритма мы говорим сколько на этот сайт есть заходов и умножаем на минимальную под если на сайт там миллион заходов соответственно минимальная квота для него будет 100 миллионов понятно да здесь ровно то же самое но для сегмент для одного сегмента вот ну и вот вот что у нас получается то есть первое что здесь есть что вот вы спрашивали про типы кулинков вот соответственно вот эти разные типы кулинок они здесь на самом деле и на этой паутинке обозначить обозначаются то есть это просто оси по каждому типу кулинки вот и что здесь получается то есть вот эти вот этой черной линии это все урлы которые мы знаем это именно урлы этой страницы не скачаны это урлы которые мы знаем вот соответственно синеньким это то что мы скачали по жадному алгоритму да ну просто вот у нас есть индекс собраны по жадному алгоритм то есть видно что он не дотягивает для всех урлов которых мы знаем смотрите да это при заданной квоте это размер индекса который вот я вначале говорил это 5 на 10 10 в девятый да то есть сколько урлов мы покрыли то есть полноту полноту по сути дела оцениваем да вот желтенькие это если мы возьмем только кулинки но то что я говорил то что полнота у нас будет совсем плохая да мы берем кулинки только обкачиваем ну то есть только те ссылочки на которые ходили пользователи видно что видите как они становятся какая полнота она становится хуже чем у обычного даже жадного индекс а нет черный это все это все ссылки которые мы знаем вот мы там прошлись обкачали там за диска верили какое-то количество ссылок вот это черного мы обозначили а по углам это оси и на каждая по каждой оси это на самом деле каждый тип кулинки просто можно сказать что можно нарисовать кулинки это количество до количество просто то есть тут количество в процентном в процентном отношении ведь вот сто процентов это как бы до в процентах до сто процентов это полная до считаем ну вот а это как бы его отношение ну потому что на самом деле хороший хороший вопрос я не помню если честно я знаю что это сто процентов и почему она не по полной идет я сейчас не вспомню но задача то какая задача какая что нужно обкачать как можно больше урлов понятно да из того что мы знаем вот видно что жадный индекс он как бы до этой цифры не затягивает то есть мы взяли 5 миллиардов урлов положили их жадный индекс они у нас все сожрали вот дальше на самом деле что следующее теперь мы берем и срезаем половину квоту нашему жадному индексу для того чтобы и еще раз его перекачиваем вот еще раз его перекачиваем и смотрим что у нас получается то есть мы эту квоту как бы получается размазываем на длинный хвост понятно да то есть мы говорим что для большие сайты получают код и ровно там два раза меньше а соответственно все остальное распределяем на мелкие сайты соответственно но мелкие сайты получают все равно по сто страничек потому что посещаемости там нифига нет понятно да то есть они мы их начинаем качать больше больше многих сайтов и соответственно индекс у нас становится меньше а смотри нет но извините индекс у нас становится такой же да но полнота у нас сразу уменьшается вот следующий индекс становится меньше индекс становится такой же потому что мы на самом деле до качаем какое какие-то неизвестные сайты с которых мы урлы как бы ну не знаем вот этой вот то есть мы не знаем тех рулов которые мы как бы скачали понятно да до этого так а здесь смотрите здесь мы взяли вот этот вот индекс до который у нас есть и на самом деле взяли к ним к нему применили квоты по как правильно выразиться то через ну новую потус и китаем к тем рулам которые как бы у нас были к этому индексу и получили что индекс у нас сжался в два раза вот но при этом как бы полнота у нас пострадала очень мало вот и теперь мы на самом деле вот вот это на самом деле хороший знак да что мы взяли и примене изменили только квоту как бы вот обкачали урлы вот получили как бы по новой коте полноту гораздо лучше вот но индекс сам у нас стал меньше теперь мы говорим а теперь мы давайте доберем то есть то количество которое нам нужно до урлов ну то есть мы можем держать 5 на 10 в 9 то есть 5 миллиардов урлов нашей базе и давайте мы еще ту половину которая нас осталась еще по нашему новому алгоритму добьем и получаем вот такую полноту то есть видно что полнота по новому алгоритму она намного лучше чем как бы по старым вот окей ну и давайте посмотрим что вообще мы качаем по старому алгоритму по жадному и соответственно что как что что качаем что пропускаем по новому по старому алгоритму тут что есть отношение старой квоте к новой то есть по иксу это старая квота да мы сайтом давали это новая квота вот каждая точка это сайт сайт и к количество страниц которые мы скачали здесь по старой квоте здесь по новой код вот и здесь обведены вот эти два желтенькие красненький кружок и можно посмотреть что получали что получилось вот в этом кружке и что получилось вот в этом кружке еще раз что здесь получается что у нас на самом деле был сайт по которому в котором мы качали по старой коте допустим тысячу страниц да а по новой коте мы качали с него он совсем мало вот и наоборот есть сайты вот в этом желтеньком кружке которых мы по старой квоте качали мало страниц вот здесь вот да а по новой коте стали качать очень много вот и видно что допустим вот в этом красненьком кружке здесь в основном мусор находится вот от зеленом кружке хорошие сайты а блоги популярные иностранные сайты но и так далее вот то есть по оценке качества видно что старая квота и новая кота она на самом деле нового квотирования алгоритм сики т и он дал достаточно хороший прирост согласны в правом верхнем углу здесь почему они наоборот они наоборот как бы нет 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 они сделал где-то вот здесь будет то есть там же смотр а ну да 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 то есть мы им и как бы и по старой квоте давали много и по новой тоже но просто быстро страницы другие будут те здесь же отношения здесь сайты у нас по странице там там кадет страниц поменялся имеется ввиду состав страниц и контекста строить состав страниц поменялся ну и это а и это на самом деле график вот я его каждый раз показываю каждый раз говорят что это за провал ну это как бы ошибка с самого анализатора вот но здесь вот мы когда запустили видно что когда мы это полнота покрытия соответственно для каждого собственно так смотрите это анализе здесь вот смысл его в том что он оценивает некоторое сферическое качество поисковиков он оценивает там google яндекс бинг там и и нас тоже вот соответственно что здесь интересного что вот эта синенькая там и вот красненькая индекс черненькая google и оценивается вот на этом графике оценивается полнота индекса то есть насколько полон индекс вот и видно что скажем так вот в какой-то момент мы вводим как раз это новое квотирование видно что полнота она потихонечку начинает нарастать почему не сразу кто скажет почему не сразу правильно скачать да то есть пока мы скачаем как бы полнота она начинает потихонечку вырастать а вот ну и немножко как бы о том как это все внутри у нас устроено то есть как наш spider устроен изнутри то есть что у нас есть первое это на самом деле все у нас все страницы у нас складываются некоторые центральное хранилище вот дальше есть некоторый фетчер фетчера у нас это просто выгод обычный это не просто выгод этого вид вот обычный выгод который не думает он на самом деле все что он умеет это выбирать в задании из центрального репозитория которые туда ставят ресурс менеджер вот и выкачивать страницы которые ему назначает ресурс менеджер все а на самом деле основной мозг кроется в шедолере то есть шедолер как бы он как раз дает выдирает вот эти вот рулы он на самом деле ставят им рамки он говорит что качать когда качать и в какой как бы момент вот и на самом деле все это стоит на такой вот системе хадуп уже был у вас хадуп еще пока нет а вы будете изучать его я знаю вот жизнится все это на хадупе и плюс hbase и соответственно вся вот эта система на нем крутится вот и на самом деле чем эта система хладко хороша что мы можем вот то что я вам говорил да разные там типы кулинок потому что разные как бы вертикали есть и на самом деле у нас еще разные как бы вертикаль разные типы шедлеров есть которые как бы планируют работу именно разных типов этих самых ссылочек например там download шедлер например есть и картиночный поиск да для него тоже есть свои кулинки для него тоже есть какие-то какая-то информация для него похожим образом тоже выбирается информации рассчитывается там сики тэй и у него свой индекс как бы вот то что вы спрашивали какие там кулинки есть например картиночные кулинки могут быть и соответственно обычные кулинки вот с обычного поиска ну и там дальше например экспериментальные это песочница у нас есть и там всякие анализатора но в на самом деле на сегодня наверное все